В Мексике неизвестные убили трёх женщин и шестёрых детей из религиозной общины. Среди них были члены семьи Лебарон с американским гражданством. Предполагается, что на убитых могли напасть наркоторговцы. Известно, что группа женщин и детей ехала на трёх машинах из штата Сонора в штат Чуауа. По дороге автомобили, вероятно, попали в засаду. Причина нападения неизвестна, но, возможно, оно произошло по ошибке. Сожжённая машина предположительно принадлежала двоюродной сестре Хулиана Лебарона, активиста по правам человека. «Должна существовать мораль, должна быть справедливость. Сегодня я слышал, как президент Мексики говорит, что у нас свободное и суверенное государство. Где здесь свобода? Очень тяжело». Президент США Дональд Трамп написал в Твиттер, что замечательная семья из штата Юта попала под огонь враждующих наркокартелей, в результате чего погибло много американцев, в том числе дети. Он также призвал мексиканские власти стереть наркомафию с лица земли. Президент Мексики заявил, что обсудит с Трампом этот вопрос. «Я поблагодарю президента Трампа за поддержку и выясню, есть ли возможность получать помощь, когда это необходимо, и в рамках двусторонних соглашений. Мы попросили бы о такой поддержке и очень ценим эту возможность. Но, думаю, для решения этой проблемы нам не понадобится вмешательство иностранного правительства». Между тем, сенатор-республиканец из Юты выразил обеспокоенность в связи с убийством людей. «Я согласен с президентом, что Мексика должна по-настоящему взяться за эти наркокартели и остановить растущее насилие. Если в этом мы можем чем-то помочь, то наш долг это сделать». Это не первое нападение на семью Лебарон в Мексике. Девять лет назад члены наркокартеля убили Бенджамина Лебарона, основателя организации по борьбе с преступностью. Власти Мексики ведут войну с наркомафией с 2006 года, но положительных результатов не видно. За последние 12 лет в стране было убито 250 тысяч человек и большинство – жертвы воин-наркоторговцев. Полиция Нигерии совершила облаву на ещё один так называемый исламский реабилитационный центр. Он находится в городе Ибадан на юго-западе Нигерии, где проживают в основном христиане. Освободили 259 человек. Это мужчины и мальчики. Есть также один младенец. Освобождённые и стыщены. «Каждый день мы едим один раз. И если вы увидите, что мы здесь едим, и дадите это своей собаке, то она это есть не станет. Когда попадаешь сюда, первые три дня не можешь ничего есть. Но проходит время, голод поджимает, и ничего не остаётся, кроме как делать всё то же самое, что они здесь делают». Многие говорят, что их регулярно били и подвергали сексуальному насилию. Людей также сковывали цепями, чтобы не сбежали. «Они поместили меня сюда. Потом мои родители приехали меня забрать. Но они сказали им заплатить миллион наер. С тех пор мои родители за мной не возвращались». Арестованы девять человек, включая владельца центра. Ведётся следствие. За последние недели нигерийская полиция провела несколько облав на подобные заведения. Остальные находились на севере Нигерии, который считается мусульманским. В целом освободили более тысячи человек. Для внешнего мира подобные центры позиционируются как мусульманские образовательные учреждения. Родители отправляют в них своих детей, оплачивая обучение, в надежде, что те получат воспитание в соответствии с мусульманскими традициями и верой. Сюда также нередко отправляют проблемных родственников, полагая, что здесь их научат дисциплине. Ранее за существование подобных центров критиковали мусульманского президента страны Мухаммада Бухари, после чего он призвал полицию разобраться с этими заведениями. Член Федеральной комиссии США по связи Джессика Розенворсель объявила, что стратегию внедрения сетей 5G в США нужно пересмотреть. С таким заявлением она выступила на слушаниях в Комитете Сената по внутренней безопасности. Несмотря на более высокую скорость и пропускную способность, сигнал 5G легко блокируют стены. Кроме того, маленькая дальность передачи означает, что антенн нужно будет больше. То есть, внедрение новой системы будет дорогостоящим. И сделать это в сельской местности будет сложнее. «Если мы хотим, чтобы у нас в сельской местности появился 5G, то нужно фокусироваться на этом сейчас, а не потом». Она также предупредила, что китайское телекоммуникационное оборудование – главная угроза национальной безопасности США. В ноябре Федеральная комиссия по связи должна проголосовать вводить ли ограничения для китайских Huawei и ZTE. Если решат вводить, то операторы связи в сельской местности не смогут использовать государственные фонды, чтобы покупать китайское оборудование или услуги. Комиссия также предлагает, чтобы все небольшие американские телекоммуникационные операторы полностью заменили уже установленное оборудование Huawei и ZTE. Для этого будет создан специальный фонд, который покроет убытки. «Мы не говорим, что оборудование нужно убрать завтра. Будет план, который обеспечит переходный период на полтора-два года». В США подозревают, что китайские Huawei и ZTE тесно сотрудничают с коммунистическими властями страны и передают данные разведывательной службе КНР. Иран, похоже, ещё дальше отходит от ядерной сделки, которую в 2015 году подписал с группой стран. Президент Исламской республики Хасан Рухани объявил, что на объекте «Форда» начинают наполнять газом центрифуги. Это позволит обогащать Уран до 5%. Днём ранее Иран также объявил, что заменит некоторые центрифуги на более новые, которые будут работать в 50 раз быстрее. На видео, которое показал государственный телеканал страны, как предполагается установленное новое оборудование. Новости поступили в 50-летнюю годовщину захвата американских заложников в Иране. Кроме того, недавно США ввели новый пакет санкций в отношении Тегерана. Они коснулись лиц, приближённых к высшему руководителю Исламской республики Айатале Али Хаминеи. Иран длительное время требовал от европейских стран России и Китая, подписавших соглашение, защитить его от американских санкционных мер. Президент Ирана говорит, что если европейцы будут придерживаться своих обещаний, то сделку можно спасти. «Если они в полной мере вернутся к своим обязательствам, мы также вернёмся к своим. То есть, этот шаг обратимый, как и предыдущие». Между тем, министр иностранных дел Германии призвал Тегеран придерживаться соглашения. «Иран ставит под угрозу договор в целом. Вот почему мы ждём, чтобы Иран снова начал выполнять все пункты соглашения. Каждый дополнительный шаг Ирана, который отдаляет его от соглашения, ставит под угрозу всё соглашение». Напомним, президент Дональд Трамп вывел США из сделки в прошлом году. Грузовой корабль «Сигна» стартует к Международной космической станции. Так 2 ноября началось его путешествие на орбиту. На борту 3 тонны 700 килограммов полезного груза. И среди него есть то, чего астронавты ждут с особым восторгом. Впервые на МКС доставили духовку, которая выпекает печенье. Космический прибор Zero-G придумали Иэн и Джордано Фитченбаум. Их целью было сделать космические путешествия более приятными. «Мы хотели создать вещи, которые более привычны для людей, чтобы космическим путешественникам было более комфортно в будущем». Теперь нужно будет проверить, возможно ли делать домашнее печенье в условиях невесомости. И не только печенье, но и другие блюда. Как говорят в НАСА, это будет особенно актуально в колониях на Луне и Марсе. Проект осуществила техасская компания «Нанорекс». До этого астронавты делали в космосе самодельные пиццы. Брали кусочки хлеба, клали сверху начинку и разогревали в блоке приготовления пищи. Они также экспериментировали и с другими блюдами. Например, делали салаты из зелени, которая растёт на МКС. Процесс приготовления печенья будет медленным. За один раз духовка может испечь только одну штуку. И могут пройти недели до тех пор, пока первое печенье можно будет попробовать. Духовка разогревается максимум до 177 градусов по Цельсию. Она использует электрические нагревательные элементы. Три печенья, испечённые в космосе, отправят на Землю для анализа. Изобретатели надеются, что их творение вдохновит, и другие компании создавать подобные космические устройства. Кроссовки, ботинки, туфли. Здесь в Эденбридже британская благотворительная организация Charity Salse Shoes сортирует и упаковывает поношенную обувь. Затем её отправляют в разные города Великобритании, где есть нуждающиеся в ней школьники. «К нам приходят электронные письма от учителей. Они в своих школах замечают учеников, которым нужна новая школьная обувь. Но их родители не могут её позволить». Благотворительная организация существует уже пять лет. В первый год британцы пожертвовали пять тысяч пар обуви. А в прошлом году удалось собрать более 300 тысяч пар. При этом часто подержанная обувь почти новая. Детей, нуждающихся в крепких туфлях или ботинках, в Великобритании всё больше. «Сейчас нуждающимся родителям приходится выбирать – купить новую пару обуви ребёнку или же еду, либо оплатить газ и электричество». Особенно много запросов на обувь приходит из Уэльса. Там местные школы помогают детям из нуждающихся семей даже продуктами. «Мы понимали, что нужно что-то сделать и поддержать этих детей любыми возможными способами, попытаться помочь этим семьям». Организация Charity Sales Shoes также отправляет обувь детям, живущим в Восточной Европе, Азии и Африке. Она охватила уже 43 страны. «Этот бар в центре Лондона стал первым в мире, где установили технологию распознавания лица, основанную на искусственном интеллекте. Она следит за тем, в какой последовательности люди сюда заходят и, соответственно, выстраивает электронную очередь. Систему в июле разработала одна британская фирма. Теперь начались испытания». «За барной стойкой есть большой экран. Веб-камера снимает всех, кто подходит к очереди перед баром по алгоритму «Первым пришёл, первым обслужили». «Цель использования этой системы – избежать неприятных ситуаций, когда более проворные и юркие клиенты быстро оказываются возле бармена, а более стеснительные и воспитанные вынуждены всех пропускать вперёд». «Некоторым людям, возможно, нравится эта игра. Если они умеют в неё играть, то могут протиснуться в начало очереди. Но есть много слишком скромных или низкорослых, или тех, кто просто не может привлечь внимание бармена. Для таких система обеспечит определённую долю справедливости». Впрочем, не всем такая технология по душе. Некоторые говорят, что это опасная технология слежения, которая нарушает приватность. «Она не решает какой-то насущной проблемы, и в ней нет острой необходимости. Но у людей, которые просто пришли выпить, будут считывать биометрические данные. Их лица появятся на экране. Это очень навязчивая технология». Между тем, владельцы барра отмечают, что все данные не будут храниться. Их планируют удалять в конце каждой смены. Также они не будут покидать стен заведения. Этот сверкающий и переливающийся гроб стал украшением московской выставки погребальных принадлежностей «Некрополь». Он инкрустирован 60 тысячами кристаллов Сваровски. Создатели эксклюзивного гроба рассказали, как зародилась идея. «Причиной послужил, во-первых, тот факт, что аналогов в России и даже в мире подобным изделиям нет. Это, во-первых. Во-вторых, в России живут яркие и неординарные люди, которых был подобный элемент похорон, мог бы тоже заинтересовать как некий результат их яркой и неординарной жизни». Стоимость роскошного гроба не раскрывается, но известно, что его уже купила московская ритуальная компания. Среди участников выставки – венгерская компания, работающая и на российском рынке. Она предлагает инновационную услугу – установку в надгробие камня с чипом. Он позволяет узнать информацию об умершем, которую родственники выкладывают на специальный сайт в интернете. «Просто прислоняем телефон к камню, и открывается страница усопшего со всеми фотографиями, с фотографиями могилы, с подробной информацией. Также в этом чипе помимо чипа NFC встроена поддержка геолокации». Выставка «Некрополь» существует уже четверть века, а в Москве проходит с 1997 года. Организатор считает, что в России за последние 10 лет рынок ритуальных услуг изменился. «Сейчас церемонии прощания проходят уже не по какому-то шаблону определённому сценарию. Как свадебные церемонии, то похоронные церемонии сейчас начинают немножко отличаться. Туда пытаются внести некое что-то своё индивидуальное». Выставка призвана вывести рынок ритуальных услуг на высокий уровень и возродить культуру погребения в России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова